На телеканале Кубань24 продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. Опора России пожаловалась в фас на букинг. Объединение предпринимателей считает, что сервис онлайн бронирования нарушает российское антимонопольное законодательство, навязывая гостиницам условия паритета цен. На данный сервис в 2018 году пришлось 67,5% общих запросов. Эта доля делает положение букинг.ком на российском рынке монопольным. Посчитали в опоре и обратились за помощью к регулятору. Практику паритета цен используют все системы онлайн бронирования отелей. Туристический бизнес жалуется на букинг.ком не в первый раз. В 2015 году турагентство онлайн тур.ру уже обращалось в фас с аналогичной жалобой на навязывание паритетных цен. Но тогда ведомство не обнаружило нарушений в работе сервиса. Весной прошлого года письмо в Минкульт с предложением ограничить работу букинг.ком на фоне антироссийских санкций написал руководитель туроператора свой ТС Сергей Войтович. Министерство, равно как и Ростуризм, выступило против запрета. На сегодняшний день 30% пользователей планируют свои путешествия в интернете. Эти люди сами покупают билеты и бронируют отели на сайтах. У букинг.ком в России, безусловно, есть альтернативы, но он один из крупнейших игроков на рынке, ассортимент предложений которого превышает многие аналогичные сервисы. Что будет, если его закроют? Давайте разбираться. В студии у нас заместитель председателя Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства, опора России, член общественной палаты Краснодарского края. Мурат Дударев. Мурат, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли. Вы скажите, это инициатива опора России или какие-то, может быть, жалобы со стороны еще поступали? С чем вызвано такое обращение? Действительно, 31 января этого года опора России за подписью президента организации направила в ФАС, на имя руководителя ФАС, письмо с просьбой провести проверочные мероприятия по факту злоупотребления доминирующим положением букингом. И по факту включения букингом невыгодных условий для отелей, включающие условия в себя паритета цен. Да, действительно, есть, конечно же, жалобы ряда отелей на территории Российской Федерации. И существующая политика паритета цен не позволяет предпринимателям, занятым в сфере средств размещения, средств гостиничного бизнеса, выдавать менее низкую цену, чем ту цену, которую они договорились с букингом. Это, в частности, нарушает интересы не только предпринимателей, но и потребителей. Потому что потребитель не может получить более низкую цену, даже если захочет этого отель. В случае, если отель это сделает и будет делать неоднократно, он будет нарушать условия договора с букингом. И что повлечет за собой определенные санкции и прекращение сотрудничества с букингом. Это компания, которая занимает доминирующее положение на рынке Российской Федерации. Она не является резидентом Российской Федерации, является иностранной компанией. Но налоги платят. Налоги начал платить букинг с 2019 года только НДС. И НДС еще платит за букинг, платят наши российские отели. Естественно, они сейчас выступают как туроператор, потому что они продают не только гостиницы, они продают еще и перелеты, но не несут никакой ответственности, как туроператор, который продает то же самое. Конечно, всю ответственность несет конечный исполнитель. Это гостиницы, авиаперевозчики, другие субъекты предпринимательства. Букинг выступает только лишь посредником и получает свою комиссию. Это тоже бизнес, конечно же, но каждый бизнес должен вестись добросовестно, разумно, не нарушая прав других лиц. Вы считаете, что букинг ведет себя сейчас недобросовестно? Наше федеральное подразделение так считает, потому что невозможно уйти от политики по рейти цен. Отели, может быть, бы и рады прекратить сотрудничество с букингом, но не существует, к сожалению, достойного аналога, достойного такого же сайта, который позволял бы перейти оттуда в другое место и эффективно продолжить свою деятельность. Но нет уверенности в том, что другие сайты не будут тоже использовать ту же политику, что и букинг, понимаете? Где вероятность? Для этого я считаю, что необходимо вносить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации и последовать примеру других стран. Вот, например, Чехия, Швеция, Франция, Германия, они уже оштрафовали, по нашим сведениям, букинг. В Турции не действует букинг, насколько я знаю. Да, в Турции там свои особые отношения. И как бы после того, как произошли все эти санкции со стороны иностранных государств в отношении букинга, мы понимаем, что в Российской Федерации тоже нужно принимать определенные меры для того, чтобы защитить интерес не только бизнеса, не только отелей, но и защиты потребителей. Ведь потребитель хочет получить цену ниже. По вашему, получается, мера одна. Закрыть. Почему закрыть? Нет. Временно приостановить. Ограничить. Исключить из договоров условия о паритете цен. То есть эти условия навязаны предпринимателям, навязаны отелям. И все-таки руководствоваться иными принципами, при которых отель сам должен формировать свое ценообразование. И сам может идти на уступки гражданам, на уступки потребителям своих услуг. Давайте еще одно экспертное мнение. Послушаем с нами на связи директор сети турагентств «Розовый слон». Александр Макартычан. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ваше отношение к предложению опоры России закрыть все-таки букинг на территории Российской Федерации? Ну, смотрите. Мы живем в рыночной экономике. Если честно, я удивлен. Ведь опора России не просто общественная организация. Там почти все учреждения работают в рыночной экономике. Я удивлен, почему. Если честно, это такой крайний непрофессионализм. Крайний. Потому что в рыночной экономике говорит слово «закрыть». Это просто неправильно, антинаучно, антиэкономично. Другое дело, что, естественно, мы видим, как отели стонут. Скажем так, негативное влияние букинга при работе с отелями. Если мы говорим об отелях в Кубани, мы видим. Потому что букинг забирает до 25% стоимости за номер у отеля. Естественно, отели находятся в крайне угнетенном положении. Но сразу же вопрос к этим слушателям. А кто заставляет идти отели в рабство к букингу? Ведь никто, букинг не стоит пистолетом у головы отельера. Ведь они ведут добровольно. Вот же причина. Пожалуйста, есть очень много других агрегаторов. Если букинг был монополистом, это одно. Но букинг явно не монополист. Пожалуйста, если я не хочу делать рекламу другим агрегаторам, то говорю сразу, что он не один. Это первое. Если брать турагентскую отрасль, то, например, букинг же существует достаточно давно на нашем рынке. Естественно, мы нашли уже противоядие. То есть турист приходит и говорит, а вот отель в Париже на букинге стоит 100 евро. И, естественно, умный турагент, у которого есть несколько инструментов против букинга, говорит, пожалуйста, я вам сделаю за 95 или за 90. И человек покупает. Понятно, что где-то люди зомбированы букингом, потому что букинг пишет, что у них самые дешевые цены. Но если человек внимательно почитает на сайте букинга, он видит, что там мелко-мелко написано. Но если вы вдруг нашли где-то дешевле, сообщите нам. И, конечно, сразу что-то смешно, если вы пишете, что у вас самые лучшие цены, как же я могу найти где-то дешевле? Оказывается, что это обман потребителя. Естественно, я вам сразу сказать, мы в мире, конечно, будут обманывать потребителя. И у букинга не самые дешевые цены. Причем как на отеле в мире, так и на отеле в Краснодарском крае. Чтобы потребители четко понимали, у букинга не самые дешевые цены. Но букинг пытается вести себя вот так на рынке достаточно агрессивно и говорить, что у них самые дешевые цены. А закрывать их не надо. Жизнь расставит все на свои места. Например, уже сейчас мы успешно боремся с букингом. Очень успешно. И вот лично, например, для турагентской среды я вообще никакой угрозы не вижу в существовании букинга. То есть абсолютно никакой. А вот если бы я был отельером, вот это угроза серьезная. Потому что если бы у меня забирали 20% стоимости, хотя мне нужно закупить белье, постирать белье, закупить продукты питания, заплатить зарплату горничным, администраторам, да и чужой дядя лезет в мой карман и непонятно за что забирает столько денег, вот тут бы я возмущался. Если бы я работал сейчас. Александр, спасибо, спасибо огромное за такой развернутый комментарий. Я бы хотел внести очень важную поправку. Не закрыть букинг. Процитирую письмо от 31 января. Уважаемый Игорь Юрьевич, учитывая вышеизложенное, прошу вас дать распоряжение о проверке по вопросу нарушения онлайн-платформы Букингком российского законодательства в части нарушения закона о защите конкуренции путем злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке. В том числе путем навязывания невыгодных условий договора, а также в части заключения со средствами размещения, ограничивающих конкуренцию соглашений и недопустимой координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, которая может привести или приводит к ограничению конкуренции на товарном рынке. Речь идет о проверке деятельности этой компании и принятии соответствующих мер, которые предусмотрены законодательством, для того, чтобы не пользоваться своим доминирующим положением. То есть речь о закрытии не идет. Речь идет о том, чтобы немножко поправить поведение участника рынка, который не совсем правильно, на наш взгляд, себя ведет на рынке. Мурат, но Александр же прав, что никто же не заставляет ни отельеров заключать договор с букингом, ни потребителей покупать, как выясняется, дороже эти билеты. То есть все на добровольных началах. Никто не заставляет. Однако мы понимаем, что компания, имеющая доминирующее положение на рынке, так или иначе с ней вынуждены сотрудничать отельеры, иначе у них просто не будет оборота, просто их не смогут найти потребители. И кто в этом виноват? Наверное, виноваты те, кто не развил альтернативную систему бронирования отелей. И поэтому для того, чтобы отельеры не сотрудничали с букингом, нужно вот что-то такое гигантское, альтернативное букингу, допустим, на территории Российской Федерации. И чтобы мы не зависели от иностранного субъекта предпринимательской деятельности. Мы еще поговорим об альтернативах. Сейчас попытаемся с Москвой связаться. Мнение, которое высказал вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. Возможный запрет деятельности любого онлайн-сервиса, тем более такого крупного, как Букинг Ком, может быть ударом для российских отелей, у которых значительно сузятся каналы продаж. То есть здесь вот Александр говорил о том, что отельеры как раз должны вроде бы и радоваться, может быть, закрытию Букинга, а выясняется, что может быть-то и нет. Действительно, тогда вообще останутся, может быть, без клиентов. Так хоть 80% они положили от стоимости номера к себе в бюджет, а так вообще ничего. Опять же, повторюсь, речь идет не о закрытии Букинга, а о корректировке его поведения. В случае принятия положительных мер по запросу опоры России, потребители смогут получать более низкую цену. Отельеры смогут выравнивать свое ценообразование. Ну, понимаете, что большой компании Букинг – это невыгодно. Они скажут, тогда лучше вообще нет, чем вот так. Они же как-то существуют в Италии, во Франции, в Германии. Там достигнута не то, что договоренность, там приняты меры антимонепольными органами этих стран. И поведение игрока скорректировано. То есть Букинг не закрыли на территории этих стран. Они просто не включают в договор эти невыгодные положения. Мы того же самого в Российской Федерации хотим, чтобы в договоры не включали невыгодные положения, не навязывали нашим предпринимателям свою политику. И предприниматели были более свободны в своей деятельности. Давайте еще одно мнение узнаем. С нами на связи председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Викторович Довыденко. Дмитрий Викторович, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Как вам инициатива опоры России? Они все-таки не закрыть предлагают, а немножко отрегулировать отношения между Букингом и ательерами. Нет, ну то в регулировании об этом давно уже все говорят. На самом деле это не новая инициатива. Понятно, что здесь монополиста, она в любом случае приводит какие-то негативные последствия для рынка в первую очередь. Но если его закрыть, если запретить продажу, то он пострадает сами гаситинами. Но регулировать нужно. Я думаю, что антимонопольные службы здесь, скорее всего, может быть, не до конца, как бы, правильный вариант. Я думаю, что все-таки отношения между агрегаторами и средствами развлечения нужно регулировать по законам. Дмитрий Викторович, у него очень хорошая связь. И альтернатива будет, потому что говорили об этом еще в 2014 году, что нужен наш российский Букинг. Появится он или нет в ближайшем будущем? Ну, ведь это же дело бизнеса. Это же не дело государства. Это дело бизнеса. Если бизнес сможет такую создать структуру, и она будет востребоваться, значит, она будет. Если не сможет, значит, государство не может создавать компьютерных агрегаторов больших, кто может заниматься этим вопросом. Это не функция государства. Дмитрий Викторович, спасибо большое за комментарий. Идеальный расклад получается такой, что... Опор России не хочет, еще раз, скажем об этом, не хочет закрывать Букинг. Вам нужно, чтобы просто этот момент договора компаний и отельеров, он был не такой губительный для наших гостей. Совершенно верно. Естественно, это позволит и хорошо чувствовать себя и потребителем, и предпринимателем. Букинг продолжит свою деятельность на территории Российской Федерации, но уже по более справедливым правилам, нежели чем ведется сейчас. И тогда, может быть, появится действительно альтернатива, которую... Для того, чтобы появилась альтернатива, я все-таки не соглашусь с предыдущим звонившим. Государство должно внести свою лепту, потому что политика взаимоотношений между Букингом и отелями, она влияет на всю отрасль туризма, на всю отрасль именно гостиничного бизнеса. Соответственно, доходы, налоги, это все это на цель. Поэтому, для того, чтобы создать вот такого же гиганта, как Букинг, все-таки государство должно приложить свои усилия, либо в виде государственной поддержки, либо в виде иных мер, там, организационного характера, которые бы позволили появиться альтернативе. Спасибо, спасибо огромное, что пришли и ответили на вопросы. Спасибо.